Друзья, всем привет! Как помните, мы очень много играли раньше в Last.DNR Survival, то есть мобильную игрушку, выживание зомбарями, и на самом деле она мне действительно очень нравилась. Ну, до тех пор, пока они ввели просто бешеное количество доната, и то, что без доната получить практически ничего невозможно было, и всё было завязано на этом. Ну вот именно поэтому она меня дико выбесила, в очередной раз, когда я туда влел бешеное количество денег, я просто психанул и удалил её, и сказал себе, что типа, не, не, я в это больше играть не буду. Ну и просто на днях мне захотелось, вот я начал снимать Dino Survival, захотелось посмотреть ещё что-нибудь такое, и Google Play как будто бы услышал меня и предложил вот эту игру. Z-Girls 2, я даже не помню, как это точно называется, в названии видео, скорее всего, будет, или ещё где-нибудь. Так вот, тут есть проблема в том, что в ней абсолютно нет русского языка, но мне очень понравилось, как она сделана. То есть, по большому счёту, это клон Last.DNR Survival, не знаю от каких разработчиков, честно говоря, ну, откуда они. Во всяком случае, это очень прикольная и качественно сделанная игра, и здесь есть механики, которые встречаются там, но также есть механики, которых я там не видел. Смотрите, здесь также есть зомбари, и как помните в Last.DNR, ты когда бьёшь, то персонаж останавливается. Здесь же можно, смотрите, идти назад и бить мечом. То есть, можно одновременно отходить от них и наносить удары, что добавляет вариативности в сражения, так скажем. Это раз. Во-вторых, здесь гораздо более интересный, на мой взгляд, крафт. В принципе, он очень похожий, ты получаешь очки, разблокируешь какие-то предметы. Опять же, единственная проблема, русского языка здесь нет абсолютно, и записываю я её только в качестве обзора. Просто, просто показать вам, что такая игрушка существует. Я, на самом деле, на мобильнике на ней играю, но не знаю, буду ли я по ней записывать ещё выпуски или нет. Посмотрим, если понравится, если зайдёт, тогда буду. Здесь есть наш лагерь, у нас с вами есть задание. Секундочку, давайте посмотрим, что здесь у нас. Ну, здесь всякие разные предметы, еда, все дела. Давайте вот это даже можно вот сюда прям скинуть, чтобы в руках не таскать, потому что это здесь останется. Нет, бейсбольная бита мне прямо сейчас не нужна. И у нас прямо сейчас здесь есть в заданиях найти незнакомца, который в коме. Ну и, как видите, это аниме-игра. То есть, по большому счёту, здесь анимашные вот такие девчонки. И сделано это действительно довольно-таки весело. Причём их можно, если не ошибаюсь, вот это всё можно снимать с них. Естественно, другую одежду надевать. Всё это сделано в таком стиле, ну, сами понимаете, для чего. И, соответственно, помимо самого выживания, сюда добавлены вот такие НПЦ-персонажи. Мы находим персонажа, который здесь валяется без сознания. Я не буду переводить абсолютно все для вас диалоги, потому что диалогов здесь очень много. И вот это ещё одна отличительная черта. Сюда введено огромное количество диалогов. То есть, мы находим девушку с розовыми волосами. Мы не знаем, мертва ли она или нет, но, во всяком случае, на ней не видно никаких следов мутации. Сейчас нам нужно с ней поговорить. И вот здесь вот будут добавлены вот эти персонажи, с которыми есть диалоги. И особенно, если вы понимаете английский язык, я думаю, что очень много сейчас таких ребят, то вы поймёте, что здесь нужно делать. Соответственно, мы пытаемся с ней поговорить, но понимаем, что она очень слаба, и её нужно чем-то покормить. Нам нужно найти тент, забрать из него, вот этот, если не ошибаюсь, тент, да, забрать из него материалы. И таким образом это задание выполнится. Тут всё начало построено на этих заданиях. И заданий будет прям очень много. Но, как видите, они очень простые. Во-первых, нам показывают, куда бежать. Во-вторых, показывают, что делать. То есть, видите, стрелочка. Дальше нужно выучить бэкпэк, скрафтить его. И, естественно, мы его можем одеть, чтобы у нас были дополнительные слоты. Дальше нам на почту будут приходить всякие разные штуки. Типа, сейчас нам просто кусок ткани прислали. Ладно, договорились. Это бред на самом деле. Я думаю, что что-то лучше пришлют. И из него можно сделать обычный пин. Из одного кусочка один бинтик. И вот в этом плане мне игра тоже больше понравилась. Потому что здесь есть несколько отличий от Last Day and Survival. Она чуть менее хардкорная, так скажем. И вот, говоря чуть менее хардкорная, я это говорю в укор Last Day and Survival. А не как бы вот, чтобы похвалить эту игру. Потому что в Last Day тебя прям как будто бы специально толкают к тому, чтобы ты тратил деньги на стамину. Чтобы когда ты собираешь ресурсы, у тебя не могло быть со мной прям очень большого количества ресурсов. Где нужно было обязательно сбегать в лагерь, все это выложить. Потом вернуться. Это все тратит выносливость. Значит, ты должен докупать золото, чтобы восстанавливать выносливость и так далее и тому подобное. И здесь стаки на предметы гораздо больше. Если не ошибаюсь, здесь стак до 65, что ли, может быть, или что-то типа того. То есть он больше, чем в Last Day and Survival в три раза. И это действительно очень круто. У меня сломался деревянный меч. Но мы, если не ошибаюсь, подобрались с вами биту. Давайте ее оденем. Окей. И анимации мне больше нравятся. Мне здесь в этом плане все больше нравится в этой игре. Именно поэтому я решил ее вам показать. Заинтересуйтесь, поиграйте. Так, соответственно, дальше давайте с ней поговорим. Я для вас быстренько переведу, что она хочет. Короче, мы ей дали ягоды. Также обнаружили, что она ранена. Перевязали ее при помощи того бинта, который сделали. Дальше система нам предлагает сделать себе топор. Топор делается из дерева и камня. То есть все точно так же, как в Last Day. И, естественно, нужно сделать заодно и кирку. Понятно. Хорошо. Давай. Немножечко игра тут перекидывает с экрана на экран. Потому что, ну, типа, это же обучающие миссии. Дальше нам нужно сделать с вами хотя бы один пол. А, нам нужно ее согреть. Я понял, для чего мы это с вами делаем. Что-то я это перевел в голове. Но один плюс один не сложил. И, естественно, нам с вами... Видите, игра даже перекидывает. Потому что, типа, я спешу. Я знаю, что нужно нажимать. Куда нажимать? Она мне сейчас это все демонстрирует. Нам нужно положить пол где-нибудь рядышком с ней. Потому что под нее, если не ошибаюсь, мы его разместить не можем. Да. Так что положим куда-нибудь сюда. Дальше. Нам нужно с ней поговорить. Ну, в общем, как выясняется, у нее нет сил на то, чтобы даже буквально разговаривать с нами. И нам ее нужно чем-то накормить. Нам предлагают собрать мясо. Но для начала нужно сделать хотя бы самую обычную коробку. И разместить ее на полу. То есть это то место, где мы с вами будем складировать наши лишние вещи. Потому что все-таки рюкзак у нас с вами не безграничный. И я случайно сделал две кирки. Просто зашибись. Это из-за того, что система меня... Да, она меня немножко подвела в этом плане. И в этом плане здесь действительно очень классно. Знаете, еще что сделано? То, что у нас с вами вот здесь вот окно экипировки. И оно очень хорошо прорисовано. Можно вертеть персонажа. То есть отлично видно, что у нас где находится. Дальше. У нас с вами есть два слота. Один слот верхний под оружие. Нижний слот под инструменты. Но можно менять местами. В принципе, одежонка. Как видите, в принципе, все стандартно. Ну и дальше все параметры тут прекрасно понятны. Это объяснение, я думаю, не нужно. Нам нужно с вами сейчас сделать костер. Для этого немножечко нужно еще древесины и камней. Также здесь мне понравилось то, что волокно собирается немножечко не так, как в Лас-Дее. То есть нам не нужно бегать собирать траву. А вот именно мы подбегаем с вами к траве. Ударяем при помощи нашего оружия. И таким образом трава собирается. То есть... Ну это как минимум более атмосферно, что ли. Даже не знаю. Давайте я сейчас быстренько подсоберу ресурсы. Если не ошибаюсь, отсюда мы с вами получим камни. Замечательно. Можно теперь сделать кэмпфайр. Это, естественно, костер. Давайте его выучим, скрафтим. И где-нибудь разместим его рядом с этим фундаментом, который мы только что установили. Сейчас нам особо разгоняться не нужно. То есть дом мы с вами строить не будем. Потому что дальше по заданию нам его просто скажут построить. Окей. Мы можем теперь сюда положить, естественно, мясо. Вниз мы с вами кладем дерево. Первый кусочек мяса можно пожарить бесплатно. То есть все остальное, чтобы пропустить вот это время, нужно использовать кристаллы. Кристаллы, естественно, донат валюты. Куда же без этого? Теперь нужно поговорить с девушкой, которую зовут, кстати, Саки. В общем, она рассказала, что на их семью напали. У них было убежище. И нам с вами сейчас нужно будет здесь... Ну, мы тоже сказали, мы можем сделать убежище от зомби. И, собственно говоря, нам нужно этим сейчас заниматься. Но в первую очередь нам нужно с вами сделать себе грядки. Потому что нам нужно восполняемый источник еды. Давайте сейчас быстренько сделаем грядки. Разместим их где-нибудь здесь. Собственно говоря, это и есть наше основное задание сейчас. Разместим здесь. И нужно посадить туда семечки, которые нам прислали на почту. Даже можно это быстренько скипнуть. Ой, нормально. Забираем отсюда вырученную тыкву. Задание опять заканчивается. И нужно ее как раз приготовить сейчас на костре. Я немножко поспешил, на самом деле, с мясом. Мне кажется, мне не нужно было там ничего делать. Вот кладем сюда тыкву, кладем сюда дерево. Я немножко подрубил. Жарим, забираем пирог. Возвращаемся, я так понимаю, к ней. И даем ей покушать. Вообще, на самом деле, вот эта вся история с Саки, она довольно-таки прикольная. Потому что есть какой-то сюжет. И она постоянно что-то тебе рассказывает. Тут появляются новые персонажи. Они продолжают что-то рассказывать. Но я все это переводить не буду. Потому что у нас выпуски будут с вами реально превращаться в то, что... Вместо того, чтобы показывать геймплей, я читаю их диалоги. Так вот, она как раз рассказывала о том, что у них было убежище. И мы теперь себе тоже должны сделать убежище. Она для нас сделала... Секундочку, только у меня это не в кармане. Давайте вот это вот, наверное, съедим, потому что я голоден. Освободили тем самым слот. У нас в почту, это вот здесь вот, пришел вот такой вот план для постройки ограждения. Ограждения, в смысле, защитного. Которое будет предупреждать нас о появлении зомби. Мы его можем разместить вот так вот на земле. Я не знаю, почему это вот так вот сделано. Потому что можно и без плана это все делать. И типа, все будет окей. Я думаю, что это было сделано для того, чтобы игроку было легче ориентироваться. Вот и все. Но единственная проблема, что нам нужно немножечко больше дерева. Я сейчас начал рубить это дело за кадром. Я, если не ошибаюсь, мне 15 штучек хватит. Должно хватить. Вот такие вот защитные ограждения. То есть при помощи них, естественно, мы будем понимать, что к нам приближается зомби. Потому что она сказала, что к нам сейчас идет орда зомби. И нам нужно от них защититься. И это типа единственный вариант, как это можно сделать. Окей, все завершено. Мы с вами построили защиту для, я так понимаю, будущего дома. И нужно сейчас опять поговорить с ней. Кстати, из некоторых поверженных врагов будут выпадать вот такие чертежи. И эти чертежи нужны для того, чтобы узнавать какой-то более продвинутый чертеж. Какую-то более продвинутую схему. То есть нам нужно здесь для нее. Я так понимаю, что это пляжный зонтик. Да, пляжный зонтик. Нам нужно найти 6 вот таких частей. Мы сейчас нашли третью. Тут есть вторая, первая. Ну и так далее. Порой попадаются, естественно, повторные. Ну, я не знаю пока что, что с повторными делать. Но на самом деле, я развился где-то до 15 уровня на основном аккаунте. То есть не так далеко. Поэтому еще очень многого про игру не знаю. И чтобы сделать стол плотника, нам нужно дерево. Нужен металл. То есть давайте быстренько это все закрафтим. Вот Carpenter Bench. То есть как раз верстак плотника. Выучиваем. Крафтим его. Давайте-ка разместим с вами фундаменты где-нибудь в стороне. Например, вот здесь. Потом мы это все сможем подобрать. В этом плане здесь все очень классно сделано. Ну, то есть здесь ломать ничего не нужно. Можно все построенное потом подбирать. Установили. Дальше мы с вами размещаем прямо здесь стол плотника. Ему нужно, если не ошибаюсь, 4 фундамента. И миссия завершена. Теперь сюда можно положить дерево, чтобы получались доски. И даже бесплатно все это дело немножечко ускорить. Забираем отсюда одну доску. И очередное задание выполнено. Я тут собирал для задания ресурсы на радио. И смотрите, что ко мне тут прибежало. Маленький хиночек Хаски. И это будет наша собака. То есть здесь нам собака дается прямо с самого начала. И можно ее подобрать. Сейчас она находится у нас с вами. Пардон, не здесь. Нужно, наверное, все-таки инвентарь открыть. Где-то здесь она должна быть. Вот. И сейчас пока что мы не можем с ним ничего сделать. Потому что нам нужно разместить для него домик. Но домик делается буквально на четвертом уровне. То есть мы можем это дело уже выучить. Правда, нам нужна вот такая штука. Это подстилка для нашего питомца. И мы ее получим с одного из заданий. Нам пришлют ее на почту, если не ошибаюсь. Кстати, можно почту проверить. На данный момент у нас здесь с вами только вот эти пирожные. И сейчас их есть не будем. Я, честно говоря, даже не знаю, что они делают. Ну, возможно, какой-то баф дают. Но я не хочу их просто так тратить. Секундочку. Мне нужно сейчас все, опять же, лишнее скинуть из карманов. Давайте это уберем. И можно сделать по быстренькому радио. Если не ошибаюсь, радио тоже нужно будет, во-первых, естественно, выучить. А во-вторых, его нужно будет разместить на фундаментах. Потому что вроде просто так разместить на земле его нельзя. Да, нужно хотя бы какие-то фундаменты сделать. Давайте парочку сейчас быстро здесь крафтим дополнительных. То есть сюда один и сюда один. И вот теперь можно спокойно это дело здесь разместить. Потому что вроде места хватает. Ну, как-то странно оно разместилось. На самом деле здесь, скорее всего, нужно было еще два фундамента. И вот вам первый прикол. В этой игре, на самом деле, на данный момент огромное количество русских игроков. И они во все общаются. То есть, пожалуйста, вон, общение во все идет на русском языке. То есть, если вас что-то будет интересовать, вы всегда можете спросить в чате. Потому что люди довольно-таки всеобщительные и дружелюбные. Именно поэтому я, на самом деле, решил выпуск этот записать. Потому что я видел, что очень много русских уже играет. Ну, русскоязычных уже играет в эту игру. И решил сделать выпуск. Она мне сейчас говорит, что у нее есть для меня план дома. И мне нужно его сейчас быстренько будет разместить на полу. Давайте-ка заберем его из почты у нас. Автоматически перекинуло в почту. И вот, если не ошибаюсь, потому что на своем аккаунте, который у меня на телефоне, я это немножечко подгадил себе. И поставил... Защита у меня была в одном месте. Вот этот план у меня был в другом месте, чертеж. Но сейчас мы можем вполне его разместить здесь. Мне кажется, хорошо получается. То есть, тут такой очень маленький, миленький, красивый домик нам предлагают построить. Как видите, уже все вот расставлено здесь. То есть, вот здесь будет постель. Здесь будет шкаф. Вот так отмечены окна. Вот так отмечена дверь. Здесь будут сундуки. И вот здесь у нас будут костры. И так как у нас с вами уже один костер есть, мы можем его сейчас туда перекинуть. Только нужно все из него забрать, чтобы ничего внутри не было. Теперь мы с вами можем нажать на это дело. Выбрать вот здесь вот мебель, ферньючер. Теперь выбираем его и просто перетаскиваем, например, сюда. Плюс, та же самая история со всеми фундаментами. Но эти фундаменты пока что трогать не будем. Потом перекинем или это будет какой-то отдельный амбар со всеми у нас вот этими устройствами. И сейчас нам игра предлагает перейти на общую карту и отправиться в наше первое путешествие. Потому что у нас здесь с вами закончилось дерево на нашей территории. А нам оно очень нужно для того, чтобы построить дом. Я сейчас думаю, что мне выложить, что оставить. Металлическую руду, наверное, выложим. Еду. Еду, наверное, знаете, что сделаем? Сырое мясо положим сейчас жариться. Вот сюда. Ну, просто положим сюда, да. Наверное, сюда положим сырое мясо. Разделим половину. Ну, то есть можно назвать сплит. Дальше выбираем, сколько мы хотим переложить. Три куска мяса, три единицы древесины нам вполне будет достаточно. И пойдемте посмотрим, что у нас с вами там происходит на карте. Итак, это у нас карта мира. Здесь очень много всяких разных территорий. Здесь перемещение идет точно так же, как и в Last Dinner Survival. Здесь есть какие-то, я не знаю, магазины. А, это гастейшн, заправка. Дальше здесь у нас что такое? Паркинг-лод. Это парковка. Здесь на нас идет огромная орда зомби. А, огромная. Три зомби направляются в сторону твоего дома. Я так понимаю, что орда будет становиться все больше и больше по мере того, как мы продвигаемся дальше. Здесь супермаркет. Но, естественно, чтобы сюда попасть, нам нужен какой-то транспорт. Видите, написано Transport Required. Вот здесь сюда можно добежать. Сюда, опять же, нужен транспорт. Это у нас что такое? Трейси. То есть, Трейси-02. Это, по большому счету, какой-то другой игрок. Но, все точно так же, как и Лилдой. Я думаю, это не игроки. Это просто база ботов. То есть, вот здесь еще одна база. Здесь Desert Settlement. ПВП. Здесь есть такие территории, доступ на которых разрешен только с 20 уровня. Сюда. И еще одна такая территория прямо рядом с нашим домом. Чтобы сюда попасть, нам нужен как минимум 10 уровень. Также у нас с вами здесь рядом есть что-то такое. Территория клана. Здесь есть кланы. Это хорошо. Это уже все работает. Можно вступить в клан. И вот здесь к нам едет небольшой автобус. Ну, точнее, машина, которая нам каждый день доставляет какие-то плюшки. То есть, как видите, можно получать донат-валюту. Можно получать корм для собаки. Здесь 30 штук. Части двигателя. Есть оружие на седьмой день. Ну, я не знаю, что дальше будет. Я пока что проиграл только 3 дня. Ну, в смысле, на мобильном телефоне. И решил для вас записать. Давайте добежим вот сюда, до леса. Потому что это как раз наше место задания. Здесь точно так же, как и в Last of the Survival. После смерти после тебя остается рюкзак. Ну, и типа, если зона не обновляемая, то, скорее всего, его можно забрать. Если она вот такая обновляемая, как вот этот лес. То, естественно, погибнув, ты теряешь все. И у нас с вами сейчас, прямо сейчас, есть предложение для новичков. За 60 рублей. Я не понимаю, почему за черт кто-то 59 тысяч 919... 94. И, баба, скидка показана 90%. Ну, собственно говоря, за 65 рублей можно купить себе железный топор, нормальный рюкзак. Купить еду, воду и неплохую одежонку в плане наушников и ботинок. И я на самом деле куплю, потому что вот через 17 часов оно исчезнет. На телефоне оно исчезло и больше никогда не появлялось. Приходило другое, но гораздо дороже и гораздо хуже. Так что я вот это сейчас себе куплю. На самом деле, игрушка неплохая. И поддержать одним долларом разработчиков, я считаю, это правильно. Ну, вот здесь уже в лесу к нам прибегают волки. Естественно, с волков будем получать мясо, шкуры. Это все нужно собирать. Но мы сюда с вами в первую очередь пришли за деревом. Ну, в принципе, можно камни подсобрать, металл подсобрать, ягоды. Ну, в принципе, можно тоже ягоды, но они довольно-таки плохо восстанавливают нам голод, еду и здоровье. Но, в принципе, стоит собирать. Потому что все-таки это самый дешевый способ подлечиться и, собственно говоря, покушать. И у меня просто моя претензия к Лаз Дэнерс Сурвайвл была то, что, типа, я готов фармить. Я много фармил, я очень много играл. Вот тогда, когда я играл в Лаз Дэнерс Сурвайвл, я прям очень много играл. Я сидел каждый день в игре на то, что выпуски нужно было делать. Я каждый день в игре проводил по 6-7 часов, точно так же, как в Арк Сурвайвл. И в Арк Сурвайвл примерно столько проводил. И у меня на канале на тот момент был только Арк Сурвайвл, как раз я сейчас проголодался. Только Арк Сурвайвл был. Давайте, наверное, такую еду съедим, потому что, ну, она, типа, сейчас слот занимает, а банки выкинем. Потому что с банками все будет хорошо в будущем. Вот. У меня был только Арк и был Лаз Дэнерс Сурвайвл. И то порой был вот день, когда Лаз Дэнерс Сурвайвл. Потому что времени не хватало на то и на другое. Потому что в этой игре нужно было бешено фармить. И, типа, я был готов на это. Но когда ты фармишь одно и то же на протяжении... Скольких месяцев мы с вами добывали все эти двигатели и прочее. Так, у меня сломался топор. И, кстати, у меня система сразу говорит, что можешь скрафтить снова и перекидывать тебя на экран крафта. Вот. Я не помню, мы этот двигатель для... Или двигатель, или вилку выбивали прям очень-очень долго. Ходили в этот бункер Альфа. А были люди, которые так и не выбили его. И вот этот очень низкий шанс выпадения, он, конечно, весь интерес убил очень у многих. Люди просто жаловались. Они писали, что мы удвоили шанс выпадения. И все равно очень многим не выпадало. Многие в комментариях писали, что мне до сих пор ничего не выпало. Есть шанс, что кто-то и обманывал. Может быть, он и не играл, а все равно писал, что мне не выпало. Но мне кажется, что действительно он выпадал очень плохо. Мы с вами получаем еще один кусочек. Четвертый. Нормально. Два из шести. Здесь у нас что? Ну, это типа вот сантуков как раз разбросаны. Здесь всякие классные штуки могут быть. В принципе, дубинка почти сломанная. Вода. Да здесь много всего классного. Вот единственное, что семена мне не нужны. Семена мы с вами выкинем. А так продолжаем собирать дерево. Смотрите, в стаке уже 37, если не ошибаюсь. Может быть, 65. То есть, на самом деле, игра мне уже говорит, что ты можешь уходить отсюда и возвращаться домой. Но я, на самом деле, подформлю сейчас по максимуму дерево, сколько можно собрать. Я только после этого пойду домой, потому что оно нам реально понадобится. И понадобится его очень много. Плюс, наверное, еще немножечко посражаюсь с зомбарями. И, кстати, здесь у нас с вами на восьмом уровне, если не ошибаюсь. Сейчас проверим. Вроде на восьмом уровне. Кстати, еще одна штучка какая. Ну-ка, использовать третья. А третья у нас с вами уже есть. То есть, можно ее, на самом деле, выбросить. Сейчас, секундочку. Давайте это сделаем, чтобы просто не занимало карман. И я был неправ по поводу количества стаков. Сейчас 77. 77 и не написано, сколько максимум может быть странно. На самом деле, сейчас можно уже на восьмом уровне нажать автосбор. И персонаж сам будет бегать по карте. Сам просто драться. Сам, по большому счету, рубить деревья и прочее, прочее. Единственное, что нам нужно не забывать лутать как раз трупики. Так что, наконец-то, я могу, на самом деле, врубить персонажа на автомат. Пускай бегает по карте и все это фармит. Вот, на самом деле, вот эта штука в этих играх, это очень круто. Потому что автофарм, он очень помогает. Ты просто сидишь, следишь, чтобы никто тебя не замочил. И занимаешься своими делами. Это действительно очень круто. Ну что ж, я абсолютно точно был неправ по поводу размера стаков. 92 уже в стаке. Может быть, 100 максимально. Сложно сказать. Это было бы, на самом деле, сейчас очень неплохо проверить. Но больше здесь нету деревьев. Я все, что можно было, собрал. И возвращаемся со своими домой. То есть, вот именно про это я говорил в начале выпуска. Вот эта вот фишка, она делает эту игру более привлекательной, чем Last of the Survival. Потому что, типа, да пошли нафиг. Я не хочу тратить деньги на восстановление энергии. И из-за того, что вы мне не даете нормально фармить, мне приходится бегать туда-сюда, постоянно ее восстанавливать. И это прямо в определенный момент начинает бесить. Ну, те, кто играл, те меня прекрасно поймут. А вот эта вот фишка, она тебе дает возможность как раз нормально пофармить. И теперь у нас с вами основная задача. Это, собственно говоря, построить вот этот дом. Чудо-дом наш, господи. У нас хоть один слот есть в кармане? Да, нормально. Мы сейчас можем сделать с вами еще один костер. Я там все подсобрал. И дерево, и траву подсобрал. Теперь быстренько его размещаем с вами вот сюда. И по большому счету нам просто нужно построить вот этот дом по чертежу. То есть это на самом деле вот таким образом делается. Может быть, как-то это можно попроще делать. Но я, честно говоря, сомневаюсь, так как игрушка мобильная. То есть вот так вот просто перетаскиваем вещь за вещью. Там, где вот такой значочек, это у нас окна. То есть сюда мы с вами ставим окна. И, кстати, в списке это все дело отмечается. Правильно ты делаешь или нет? Здесь у нас дверь. И все остальное это обычные стены. То есть устанавливаем это дело вот сюда. И последнее, что нам нужно, это шкаф. Шкаф у нас вот здесь вот. На него нужно пять досок. И... Это не гвозди. Это шурупы. Screw. Это шурупы. Если не ошибаюсь, у меня ни одного шурупчика нету. Нужно сейчас это дело проверить. А может быть и повезло. Нет, есть у меня шурупы. Хорошо. У меня есть здесь шурупы. Одна доска. Я бы хотел просто сейчас закончить строительство дома. Давайте просто скипнем с вами три раза. Получится четыре доски. Больше я этого, в принципе, делать не буду. Но пока что у нас с вами есть стартовые бриллианты. И, кстати, они очень дешевые. 135 бриллиантов 65 рублей стоят. Мне кажется, в Улдой это все гораздо дороже. Там, я правда не помню. Там монетки, если не ошибаюсь. Дальше. Здесь у нас что с вами есть? Здесь у нас с вами есть что-то связанное с мотоциклом. Здесь много всего есть. Оружейчко есть. Ну, то есть, донат тут тоже, как понимаете, донат. Но помимо доната, вот такого как бы не очень интересного. Здесь есть костюмы. Здесь есть офигительные костюмы. Они действительно классно сделаны. Это оружие. Подожди, вот экипнут. Вот. Здесь есть действительно очень классные костюмы. Можно своих тянок принаряжать так, как хочешь. Правда, некоторые из них стоят просто бешеное количество денег по 6000 рублей. Но это на самом деле 100 баксов. В коробке у нас что с вами есть? Ну, есть одежда, которую я получил со вначале. Пэксек. Подожди. Вот это на самом деле нужно забрать. Потому что, если не ошибаюсь, это будет... Я, правда, не покупал до этого, поэтому не знаю на 100%. Если не ошибаюсь, это улучшенный рюкзак. И у него больше будет как раз слотов. Ну-ка, давай используем. Угу. Так. Использовали. Да, у нас с вами появляется еще одна линия слотов. То есть, ну, за 65 рублей можно это дело получить. Тем более говорю, 1 доллар буквально отдал разработчикам. Немножко поддержал игру, а при этом получил очень много вкусного всего. И, естественно, давайте с вами добьем это задание. Крафтим шкаф. По большому счету, это шкаф для одежды. То есть, я, честно говоря, не научился им пользоваться. Может быть, сейчас научимся. Хорошо, мы его поставили. Нам приходит награда на нашу почту. И мы говорим, что у нас недостаточно еды. Кстати, это мой никнейм. Нужно будет его поменять. Она говорит, да, действительно. А как так? Ну, типа, орда зомби прошла несколько дней назад. И они уничтожили всех оленей. Ну, все живое, что у нас было. Так что нам нужно что-то с этим делать. И она мне скажет о том, что тут неподалеку есть ферма. И, типа, нам нужно с тобой отправиться на ферму. Но, наверное, на ферму мы с вами отправимся уже в следующем выпуске. И, да, нам с вами в награду задание прислали PetMet. То есть, подстилку для нашего животного. Best value hot. Ладно, не будем ничего сейчас покупать. Секундочку. Вот это дело можно закрыть. Окей, нажимаем. Все, закрылось. Я хочу вот что попробовать. Я же не могу это никак использовать. Смотрите, я никак не могу, черт побери, использовать этот шкаф. Это очень обидно. Мы с вами можем прямо сейчас сделать факел. Это нужно для того, чтобы отправиться туда, на ферму. Там это станет понятно для чего. Давайте его сделаем. Выучим и сделаем во вторых. Домик для собачки. Нам нужны три доски. Ну, наверное, этим мы с вами займемся в следующем выпуске. На этом этот выпуск давайте завершим. Я надеюсь, что он вам понравился. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать на выпуски по этой игре и а также другим играм. Обязательно будет хотя бы еще один выпуск по ней. Нужно будет сейчас поменять имя. На этом все. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok